Необычная сегодня компания в нашей студии плюс Ирина Латышинская, Олег Шевкон, к этому вы уже привыкли. С нами сегодня Андрей Тавров, поэт, публицист, автор проекта, автор передачи «В новом свете». Но до этого, между прочим, те, кто слушал радио Теос давно, могли слышать и другие его проекты. Андрей Михайлович, добрый день. Добрый вечер. Я сразу поставлю вопрос вам, друзья, нашим радиослушателям. Андрей Тавров в конце 90-х годов, насколько я помню, может быть, немножко позже, уже участвовал в передачах радио Теос. Были другие у него проекты. В «Новом свете» это не единственный его проект. Напишите нам, пожалуйста, либо через сайт teos.fm, либо в приложении радио Теос, либо в комментариях в той группе, которую вы у нас смотрите сейчас, как назывались его передачи и как назывался Андрей Тавров. Как, да, как назывался, какая у него была фамилия. Как вы думаете, смогут ли люди ответить на этот вопрос, Андрей Михайлович? Ну, нет, это такой лабиринт, по которому надо иметь большое желание пройти. Слушайте, а если... Передач, программ. Если вдруг кто-то назовет, ну, мы подумаем потом, если кто-то вдруг назовет вот имя и тем более название передач, потом мы и приз какой-нибудь придумаем. Я подарю книжку с автографом. Вот так. Значит, книжка Андрея Таврова достанется тому, кто скажет, либо в комментариях, либо еще лучше через сайт teos.fm, либо через наше мобильное приложение, как звали автора передач и вот как назывались эти передачи, кроме «В новом свете», который вы слушаете, который вы знаете сейчас. Мы поговорим с Андреем Михайловичем несколько позже, потому что есть о чем его спросить, есть о чем у него узнать, но пока по поводу новостей станции вот очень коротко несколько таких информаций. Но нельзя во множественном числе, но все-таки сейчас вот так это и использую. Друзья, мы продвигаемся в социальных сетях, мы все больше запутываемся в соцсетях. Андрей Михайлович, запутываемся в соцсетях. Звучит угрожающе или реалистично для современного дня? Как вам? Вы знаете, это дело вкуса, но тот, кто запутывается в сетях, всегда теряет какую-то часть подвижности. И мне кажется, что сети надо использовать в своих интересах, а не запутываться в них. Тогда давайте мы не будем запутываться, потому что мы действительно подвижны. Наши программы теперь транслируются все более активно и в социальной сети Facebook. Если вы не любите ВКонтакте, если вы в основном в Facebook, мы вам рекомендуем вот что. Во-первых, есть наша страница, основная радио ТЭУС. Во-вторых, у многих передач есть свои страницы. Так вот, трансляции, видеотрансляции, прямые трансляции, возможность взаимодействовать со студией есть сейчас на страницах передач. В частности, это касается по страницам Библии, это касается «Читаем Библию вместе», это касается все больше других проектов. И более того, вы писали, вы проявляли недовольство. Я понимаю, почему проявляли недовольство. Ну, потому что вот на протяжении долгого времени мы не всегда и не сразу реагировали, если вообще реагировали, на комментарии в соцсети Facebook. Сейчас эта реакция будет, сейчас комментарии из Facebook попадают к нашим ведущим, поэтому здесь все гораздо лучше. И вы, короче, если Facebook ваша социальная сеть, то вы можете там, собственно говоря, нас смотреть и слушать в группах конкретных передач. Если у вашей передачи, у любимой вашей передачи, нет группы в Facebook, напишите, пожалуйста, ведущему передачи, и мы, собственно, по этому поводу постараемся что-то сделать. Просто напишите, вот почему у вас, вот в вашей передаче нет группы, давайте попробуем как-то этот вопрос решить, мы этот вопрос будем решать. Это одна новость, это по поводу программы, по поводу передачи. Ну и вторая новость здесь, на Радио Теос, как, собственно, везде, мы готовимся к Пасхе, к празднованию Светлого Христового Воскресения. Будут специальные передачи, будут специальные проекты, о чем какие конкретно, пока рассказывать не буду, не буду забегать вперед. Но вот это очень хорошее время рассказать о Радио Теос вашим друзьям, вашим знакомым. Просто поделитесь с ними информацией о том, что, ну вот, есть такое интернет-радио, и в Пасху здесь будут интересные программы, собственно, интересные программы уже есть. Ну и лучший способ рассказать, это сделать перепост в социальных сетях, на своих страницах, поставить лайк, это как бы вот один способ, поставить перепост, сделать перепост, это другой способ, поделиться ссылкой, поделиться трансляцией с вашими друзьями, с тем, чтобы они тоже могли к этому всему приобщиться. Ну и я думаю, что ваши вопросы, ваши комментарии Андрею Таврову, автору проекта «В новом свете», сейчас как раз самое время писать, и до конца часа с Андреем Михайловичем будем разговаривать. Это сегодня такая смесь студии «Плюс» и радиогостиной. Я давно хотел, Андрея Михайловичу, видеть радиогостиной, но как-то неудобно все-таки автора приглашать в радиогостиной, а в студию «Плюс» можно и вполне себе. Начнем, я думаю, все-таки даже не со стихов, хотя интересно это было бы, и не с вашего пути веры, хотя тоже интересно. Начнем мы с другого. Мы все меньше и меньше похожи на радио, мы выходим в интернет, и все же я от радио оттолкнусь. Андрей Михайлович, ваше первое, ну детское, может быть, ощущение, воспоминание о радио, о том, что там передавали, кто там был, что они делали. Вы знаете, это была круглая черная тарелка, и по ней передали, что умер Сталин. И у нас в садике тогда, в детском саду, навязали нам траур на... В детском саду? В детском саду, да, навязали траур на левые руки. Мы там так ходили, и я понимал, что что-то случилось, но не мог понять, что. Вот из этой черной тарелки. Она висела в бараке у бабушки в городе Сочи, между двумя дворцами-санаториями. Этот барак располагался. То есть город Сочи для вас, это, ну так скажем, по детству вашему, не курортный город, или не только курортный город, а это, в общем, и бараки тоже. Это, понимаете, там был лес рядом. Там вот эти дворцы-санаторий тогда переходили в лес, в котором еще были шакалы, черепахи, бабочки, стрекозы, и ночная бабочка могла влететь в окошко, перебить там какие-то склянки. Ночью выли шакалы, и все это соседствовало. Это удивительный был контрастный такой сплав дворцов, нищеты. Обслуга жила достаточно нищей. Там же были переселенцы с Кубани, потому что на Кубани был голод. И вот такой контрастный мир. С одной стороны вечный праздник, с другой стороны барак, который в этот вечный праздник, надо сказать, вписывался. И барак обслуживал вечный праздник. Да. В бараке была школа. А в бараке напротив жила обслуга. Школа того времени, литература в школе. Вот в данном случае мне просто интересно, потому что, ну, действительно давно, вот давно. Были учителя, которые тогда могли вам привить любовь к литературе? Или это было выучить этого Пушкина и забудьте про него? Нет, мы там учились писать. Учительница говорила так, Климов, встань и стои. Так что насчет литературы это уже как-то позже возникло. А там нас просто учили писать, считать. И что-то еще начальная школа была, там первые три класса. А среднюю вы уже оканчивали не там. Среднюю я уже в Москве заканчивал. И что это была за школа? Вы знаете, вот эта школа была замечательная. Это 101-я школа была около Краснопресненского парка. Сейчас ее, к сожалению, нет. Вот там был райкон комсомола, и рядом была школа. Это была физическая школа, физико-математическая, куда меня, в общем-то, заманила мама. Она знала, что я люблю литературу, но поскольку в 60-е годы это было очень модно, физика и математика, она мне сказала, Андрюш, я тебе подарю пневматическую винтовку, если ты туда сдашь собеседование. Слушайте, а эта история битвы физиков и лириков, она реально была? Или это такая сказочка про 60-е годы, которая сегодня... Нет, нет, эта тема была злободневной, достаточно. Почему она была так раздута? Неужели непонятно, что мы сейчас, как христиане, мы смотрим на целостность человека, и физик, лирик, никакого противоречия в божьем замысле вроде бы и нету? Ну как же нету? Сейчас все равно контраст какой-то стоит. Понимаете, либо что-то рациональное, что поможет мне вписаться в жизнь, да? А физика — это достаточно точная вещь. Сейчас просто стоит, где заработают деньги. Это юридический, да? Это компьютеры, это еще какие-то вещи. Но выбор делается, и противостояние продолжается. Какое место обеспечит мне социальный лифт, а какое нет. То есть это не физика и лирика, а это, может быть, юридические или компьютерные с одной стороны, и свободные художники с другой. Ну да, причем надо учесть, что тогда этот вопрос стоял достаточно на равных, да, как бы физика и лирика, потому что никогда, как в то время, литература, особенно поэзия, не котировалась в обществе столь высоко. Это было почти религиозное отношение к поэзии. Это люди приходили, заполняли стадионы, чтобы послушать Вознесенского, допустим. Ну, сейчас заполняют, но не стадионы, хотя тоже большие залы, чтобы Веру Полоскову, допустим, послушать. Это вот звук того времени или что-то другое? Вы знаете, я думаю, это эстрадный такой некоторый, не эстрадный даже, а такой попсовый вариант современной массовой культуры. И Вера Полоскова прекрасно знает, как в нем себя вести. А то не было массовой культурой, то не было попсой. Вот Вознесенский и Евтушенко 60-е годы. Знаете, то было все-таки религией. Было продиктовано ощущением, что вот эти поэты могут что-то об истине сказать, что они могут выдернуть из того мира, который был достаточно сер. А вот поэты, писатели, они воспринимались как какие-то жрецы истины. И тогда поэт-пророк? Ну, поэт в России больше, чем поэт. Ну, да. Писал Вознесенский и Евтушенко. Ну, и так далее. Это вообще было уникальное совершенно время, которое, я не думаю, что где-либо, когда-либо повторилось. Потому что, ну, если сейчас сравнивать... Вообще, настоящая поэзия сейчас собирается в маленьких библиотеках, в маленьких подвальчиках, в маленьких зальчиках. Самая лучшая поэзия сейчас собирается вот именно там. И вот среди этой компании Вера Полоскова просто не котируется никак. А можно я на вас наеду, Андрей Михайлович? Потому что говорят о том, что... Да, она, конечно, собирается. Но в 60-е годы поэзия того же Вознесенского, того же Евтушенко была понятна людям. Приходили вот большие группы людей. Сейчас поэзия — это что-то элитарное, это что-то для своих, это что-то внутреннее. И большинству людей оно неинтересно. Не потому что уровень образования упал или что-то подобное. А потому что оторвались поэты от злободневности, от интересности. Я думаю, что все эти годы шла игра на понижение. И не поэты оторвались. Поэты пытаются играть все-таки на повышение. А все общество сейчас идет все... Оно становится все менее-менее образованным. И, вы знаете, здесь два пути. Либо я следую за обществом, да, и начинаю писать полную чушь, которая сейчас очень котируется, либо я все-таки стремлюсь писать для Бога и для тех своих друзей, которые способны понять то, что я пишу. Даже если этих друзей мало? Даже если этих друзей единицы. Иначе это просто преступление против себя, я считаю. Когда сами начали писать, Андрей Михайлович? В восьмом классе. А можете ли вы сказать, что вот, если помните что-то из этих вещей, что это была такая вот подростковая чушь? Или свои стихи даже того времени, зная их, таким термином не назовете? Вы знаете, все-таки то время было поразительно тем, что витало ощущение, что есть что-то такое чудесное в жизни, что превышает мою жизнь и мою смерть. Вот я это сейчас так формулирую, но это называлось романтизм. Тогда еще эхо войны было достаточно внятным. И удивительным образом вот эти 60-е годы, это и в школе, это и в обществе, ну, конечно, не все были и очень рациональные люди, но были люди, и в частности моя учительница истории, Лидия Григорьевна Панова, для которых вот в воздухе носилось какое-то волшебство. Мы искренне верили, что коммунизм чудесный, он приближается с каждым днем. Причем это было как чудо, ожидание чуда. И оно окрашивало все вокруг. Какое-то одно из первых стихотворений про, кстати говоря, я сравнивал церковь, как здание, да, и телевизионную вышку. И, естественно, я был на стороне телевизионной вышки. Написал такое короткое стихотворение и отдал своей учительнице по истории. И она очень сильно меня поддержала, сказала, что это классно, что это здорово. И вот после этого я как-то стал все чаще возвращаться к стихосложению. Интересно, что вообще образ церкви вам в принципе пришел в голову. Это вот как образ чего-то уходящего, чего-то старого. Это битва старого и нового, скорее. Да, да, именно так. Вы все правильно поняли. Но это было недолго, потому что спасибо Вознесенскому, он как архитектор как-то стал продвигать вот образ церкви, как чего-то очень светлого, таинственного, замечательного и русского. Андрей Тавров сегодня с нами. Этот человек уже делал раньше передачи и бывал здесь в эфире. Радио Теос. Звали его подробно. Звали так же. Ладно. Фамилия была другая. Фамилия была другая. Какая была эта фамилия? Какие передачи он делал? Расскажите, напишите. И получите аж прямо книгу с автографом. Вы тогда, в юные годы, вот сейчас, глядя на это время, могли бы вы себя назвать тогдашнего материалистом? Вы знаете, вот, собственно говоря, я сейчас хочу сказать о главном, потому что, ну, моя жизнь, моя история, это не так уж интересно никому. Интересно то, что в 20 лет я был материалистом, конечно же, несмотря на то, что романтическим. Романтический материализм, да. Да, вы понимаете. Романтика космоса, но при этом материалистическое постижение этой романтики. Да, не только космоса. Мой отец, например, которого был ранен на войне, он был тоже таким романтическим, даже пижоном. И, тем не менее, он Бога не верил. И, тем не менее, он был романтиком. Вы знаете, это особое сочетание. Это что-то такое вот, Клермонтову стучится в двери немножко. Немножко такое. Ну, даже сейчас не объясню. Я вот о чем хотел сказать. В 20 лет я открываю книгу, переведенную Томаса Стернса и Эллиота. Как вы знаете, это католический писатель. Человек, который пришел к вере, лауреат Нобелевской премии. И читаю там фразу, «Труднее всего, когда жизнь реальна». Я притормозил. Я думаю, что же такое? Что он имеет в виду? Ну, неужели та жизнь, которая меня окружает, она нереальна? Первый раз мне запало это в голову. Я еще не читал Евангелие от Иоанна, где Иисус называет очень многих фарисеев, и не только фарисеев, слепыми, слепцами. Людьми, которые не видят реальность мира, которые пребывают в своих фантазиях, в своих мыслях, в своих ошибочных идеях и концепциях по поводу того, как мир устроен. И, тем не менее, вот эта фраза меня тогда заставила задуматься. Труднее всего, когда жизнь реальна. И я понял, я впервые тогда стал понимать, что, может быть, то, что я вижу вокруг себя, имеет разные степени реальности. Потом я где-то прочитал, что жизнь — это сновидение. Потом я пошел дальше и дальше, и та же самая Лидия Григорьевна Панова мне дала Библию. — Это вот в те годы, в 60-е годы. — Да, да. И достать тогда Библию было очень сложно. — Это после хрущевских попыток как-то искоренить верующих людей и так далее. Она же должна была быть смелым человеком. — Она была смелым человеком. Она была очень искренним человеком, и я ей очень обязан. Но дело в том, что, понимаете, я понял, что жизнь имеет разные степени реальности. Много позже, я сейчас расскажу эпизод, я ехал с другом на... в Крым мы ехали, и в купе лежала грязная такая, ну, не очень грязная, средней свежести салфетка на столике, на купейном. Я читал какую-то книжку по медитации, и внезапно эта салфетка привлекла моё внимание. И вдруг я стал смотреть на неё, и вдруг она преобразилась. Из не очень чистой салфетки она вдруг преобразилась в вещь, которая находится в раю прямо сейчас. Она была бесконечно красива, она была удивительно интересна, она была... в ней таились какие-то невероятные ангельские возможности. И это ощущение длилось достаточно долго. То есть вы увидели её реальность. Я увидел её реальность. Если вы вспомните божественную комедию, то там, в той части, которая называется «Рай», Данте вместе с Беатричей восходит по планетам. Выше, выше и выше. Но это духовные планеты. Он восходит по степеням реальности. И на каждой новой планете, на каждой лестнице новой, на каждой ступеньке духовной, он начинает видеть глубже красоту Беатричи. Он начинает глубже чувствовать премудрость Божью. То есть его глаза открываются. С каждой, с каждой вот этой вот ступенькой до тех пор, пока он не достигает вершин и вершин, и там он говорит, здесь из немог высокий духов взлёт, но страсть и волю мне уже стремило, как если колесу дать ровный ход, любовь, что движет солнце и светило. Он вышел к созерцанию абсолютной божественной любви. Но при этом не надо думать, что эти райские планеты и райские ступени расположены где-то там, на небе. Они расположены здесь. И вот когда я видел эту салфетку, возможно, я был на уровне Марса, допустим, или на уровне Солнца. На тех уровнях, где эта вещь преображается, обретает куда большую реальность, чем когда я смотрю на неё своим замыленным, эгоистичным, торопливым взглядом. Я подозреваю, что вы вольно или невольно лукавите, потому что вы сейчас делаете это обобщение реальности, уровня реальности. Как человек, который уже многое прошёл, но не могли бы в 60-е годы вот тогда на это так смотреть? Тогда нет, конечно. Но сейчас я не лукавлю. Я рассказываю то, что со мной было. И это самый лучший способ делиться своим опытом, опытом, потому что я не делюсь теорией. Я рассказываю то, что со мной случилось. История с салфеткой произошла 10 лет назад. Данте я прочитал в 16 лет. Я сопоставил салфетку и Данте, естественно, не так давно. Ну да. Но тогда уже вот эта фраза эллиотовская, она здорово меня толкнула. Труднее всего, когда жизнь реальна. Во-первых, возникает вопрос, значит, жизнь, в которой я живу, она может быть нереальной? И второй вопрос, а почему труднее? Почему труднее, когда жизнь реальна? Вроде бы проще должно быть. Ну это, кстати говоря, частый вопрос людей, которые не совсем понимают, что делают, когда приходят к вере. И зачастую даже те, кто ведёт к вере или пытается вести к вере, даёт неправильный, скажем так, неправильный посыл. Приди ко Христу, всё станет легко. Это неправда. Это неправда. Как вы задумались о том, что... Вот это первое ваше чтение Библии, первая встреча с Библией, как от этого вы сделали следующий шаг к тому, чтобы эта вера, вера, которая в этой книге, в Библии, стала постепенно вашей верой? Или это не шаг, это процесс? Вы знаете, это был процесс, конечно, потому что я был неверующим мальчиком, потом юношей. Весь университет. Я закончил, когда университет, я попал на телевидение. Там мне показалось скучно. Я оттуда ушёл. Что скучно? Многие пытаются попасть туда до сих пор. И находиться среди, на мой взгляд, престарелых женщин, которых строит какой-то кабан, и которые имеют вообще власть, какие-то наглые вещи говорить этим дамам, которых невероятно жалко. Мне хотелось всё время вступиться, и я, если бы там остался, наверняка был бы какой-то скандал. Так они добровольно строятся. Знаете, ну а я добровольно бы встрял. Понятно. И вот после этого моя карьера пошла как-то с точки зрения, ну, с любой точки зрения вниз, и с моей тоже самое. И через некоторое время, через два или три года, я много стал пить. Я сидел на стройке на лесах. Кстати говоря, в здании напротив телевизионного, в котором я работал, там построили к Олимпиаде второе здание. И я там уже был, но не в качестве редактора по рекламе, а в качестве исполнителя мозаичных работ. И я там сидел и стучал, значит, на каком-то лесу, на каком-то уровне яруси лесов молотком по смальте. Делал эти камушки, модули для мозаики. И к тому времени я понял, что жизнь моя поганая, и что она не сложилась. Эта ситуация на лесах уже длилась не первый год. И если я раньше думал, что это какой-то карнавал, что я вот оказался в ватнике и на лесах, и мне было смешно, то я сейчас понял, в этот момент я понял, что карнавал как-то затянулся, и он перестал быть веселым. И более того, я чувствовал себя отвратительно. У меня пошла такая депрессивная волна, причем очень сильная депрессия. Я не знал, что мне делать. И я помню, что тогда я впервые попытался помолиться. Вот на этих лесах сидя, такой советский мальчик, я стал говорить, если там есть кто-то, то, ну, помоги мне, помоги мне хотя бы пойти в церковь и окреститься. И помоги мне сделать это без документов. Без документов, потому что не разрешали. Моя жена работала на идеологическом факультете Московского университета, и я не хотел ее подставлять. Это была подстава. Послушайте, я сейчас все-таки вас перебью на минутку. Вы-то ведь из этого вышли, да? Вот вы вышли вверх. Вы сказали, Господи, помоги мне. Анастасия пишет, никак не могу понять по поводу уровня реальности. Я перефразирую вопрос Анастасии. Ой, это не просто. Я скажу Анастасии, что мне понадобилось много лет, чтобы сначала интеллектуально попытаться как-то понять, что это такое, а потом иметь опыт соприкосновения. Это же вокзальная салфетка, это не первый контакт с более высоким проникновением. Вы сидите на лесах на строительных, вы выкладываете там эту мозаику, или человек где-то сидит, и он в конце концов что-то такое делает, и он в конце концов начинает думать, что вот это она самая реальная жизнь, а все остальное это где-то там, в полетах фантазий тех поэтов, которые собираются в группах по 20-30 человек. Возможно, этот человек разубедить или бесполезно? Я доскажу свою историю. Понимаете, человек, который молится и не знает, как назвать того, к кому он обращается и все же обращается, он уже обращается к реальности более высокой. Он выходит вверх. Он выходит вверх, он обращается к тому, кто может решить его ситуацию на том уровне, на котором обычная реальность не может ему помочь. То есть, он обращается к чему-то высшему. Я дальше расскажу ответ. Проходит неделя, и тогда это советская стройка, предолимпийская стройка, когда всех подозрительных людей, там, тунеядцев, каких-то диссидентов повыгоняли из Москвы. Я сижу, стучу камушком по смальте, поднимаю глаза и не верю своим глазам. По лесам на шестом или седьмом ярусе этих лесов идет священник в облачении. Понимаете? Это в те времена на той стройке. Я сначала подумал, что может, кино снимают какое-нибудь. Ненастоящий священник. Ненастоящий. Ну, не может такого быть. На улицах их не было никогда. Их можно было увидеть только в церковь, если ты осмеливаешься пойти в церковь еще. А тут он идет по лесам, проходит мимо меня и садится рядом с моим приятелем, они там что-то такое общаются. Я подхожу к ним и говорю, Слава, это ты знаком, да, вот с этим священником? Он отошел куда-то в сторону. Он говорит, да, мы делали у них реставрацию в церкви и познакомились. Я говорю, познакомь меня с ним. Слава познакомил меня с ним и через три-четыре дня я окрестился без документов. Вот такая история. И вы знаете, я тогда впервые понял, что молитва имеет ответ. Я тогда впервые понял, что есть разные уровни реальности. И когда не помогает низкий уровень реальности, то стоит обратиться к более высокому. А я вспоминаю такой разговор из тех времен. Еще один человек говорит другому, разве это жизнь? Это не жизнь. А другой отвечает, знаешь, есть тот, кто сказал, я есть путь истинной жизни. Вот там жизнь. А то, что ты называешь жизнью, оно и правда, по большому счету, не жизнь. Вот эти самые уровни реальности, когда обычное понимание того, что что-то не так, того, что что-то серо, того, что что-то безвыходно, оно ведь приходило в голову, оно ведь приходило к сердцу. Но удивительно, как некоторые люди могли из этого выходить и находить единственный существующий выход, который есть, выход вверх. Я до сих пор не понимаю, почему у одних это получается, у других нет. Боль — это большая драгоценность, потому что волей-неволей она заставляет скептически посмотреть на все вокруг себя и на самого себя и сдаться. Сдаться, попробовать найти какие-то новые параметры, духовные параметры, даже не зная, что они так называются. Попробовать схватиться за соломинку, и часто эта соломинка оборачивается Божьей рукой, которая поднимает тебя, как Петра. И еще один из христианских проповедников, я сейчас не помню, кто это, говорил о том, что современных проповедников, говорил о том, что прежде чем Бог начинает действовать в этом мире через человека, Бог зачастую проводит этого человека через глубокую, большую, настоящую боль. И потом показывает, что именно в нем, в Боге есть выход из этой боли. И тогда человек уже готов, готов к тому, чтобы что-то великое через него дальше происходило. От крещения до дальнейшего вашего духовного пути. Вы ведь, я думаю, не просто приняли крещение и сказали, ну, классно, все сделали, можно жить по-старому. Все-таки это какое-то я стал ждать чудо. Вот так прямо? Да, я стал ждать, что я сейчас выздоровлю, жизнь моя изменится, я стану видеть ангелов. Ничего не происходило. Все было точно так же, и состояние мое ухудшалось. Тем не менее, я стал ходить в церковь иногда, и тут заболела моя мама, онкология. Это длинная история, но, навещая ее, она там меня познакомила в Боткинской больнице с одним монахом православным, друг которого умер. Она с этим другом общалась, и этот православный монах, архимандрит, пригласил нас на экскурсию в Сергееву Лавру. И я не знаю почему, но я присоединился и поехал с ним. И экскурсия, и экскурсия, и потом, когда мне через несколько месяцев стало совсем плохо, я подумал, ну, у меня вот есть знакомый теперь из церкви, я поеду к нему. Я поехал к нему и попросил его мне помочь. Он сказал, что... Я тогда писал еще поэму, в которой должен был появиться Иерусалим времен Иисуса Христа, и он мне сказал, я такую информацию вам дать не могу, но я вам сейчас напишу рекомендательное письмо, и здесь вот, в 7 километрах отсюда, есть вторая церковь, там замечательный священник служит, поезжайте к нему, и он вам даст исчерпывающую информацию. Так оно и случилось, и когда я через несколько дней приехал в эту церковь, в новой деревне, где служил отец Александр Мень, про которую я тогда ничего не слышал, я подошел к нему с этой запиской, поскольку записки тогда писались, потому что много очень было вокруг него, ну, время от времени... Информаторов. Да, информаторов. Включая, кстати говоря, священника, с которым он служил там же. Там, в общем... Сейчас это уже известная история. Да. Я на минутку здесь остановлюсь, потому что я напомню, что это студия Плюс, она сегодня немножко необычная. Андрей Тавров сегодня с нами. Мы очень хотим все-таки в комментариях, чтобы вы написали другую фамилию этого человека, какие передачи на Радио Теос он делал. Вот. Ну и также вы можете задать свои вопросы. Тут интересная была у вас мысль насчет того, что вы уже знали, куда идти, когда это понадобилось, когда стало совсем плохо, вы уже знали, куда идти. У нас есть проект, он на следующей неделе, скорее всего, завершится, называется «На пороге церкви». Это ребята, обычные ребята, обычные студенты ходят и посещают разные церкви, встречаются со служителями. И тут на этой неделе у меня было письмо в моей личной почте. Как это так? Это же провал. Никто из этих людей так и не покаялся. Никто из этих людей так и не пришел к Богу. А я думаю, друзья, вот что, отвечая на это, Бог работает в жизни человека постепенно. Мы хотим порой такой фастфуд, знаете, вот взял, бац, и все сделал. А тут эти люди, их друзья, друзья друзей, да и многие другие, услышали достаточно, чтобы семя было посеяно, и когда надо, оно взойдет. Когда надо, придет тот самый момент. Вот Андрей Тавров, не зная Александра Мения, попал в новую деревню. Ваше первое впечатление о нем. Он чем-то поразил, или это был священник? Он поразил, да, причем сразу. А что? А что? Я долго его ждал, я уже несколько раз рассказывал эту историю, даже писал об этом. И когда я сначала смотрел, как он служил, ему там записку передали и сказали, жди, вот он к тебе подойдет. И когда кончилась служба, этот человек, как мне казалось, такой приземистый, какой-то вот, я немножко близорук, на купца похожий, он пошел ко мне. Вот он шел в мою сторону, я его ждал там у дверей. Он шел, и, знаете, он улыбался. Он улыбался, как улыбаются, увидев самого любимого человека. Вот как отец улыбается, увидев сына, которого он там после армии пришел. Встречает. Я понял, что этот человек меня не знает, я его не знаю. И он улыбается. Мне он не может так улыбаться. Значит, он улыбается кому-то, кто-то, кто стоит у меня за спиной. Я обернулся. Там никого не было. Он улыбался мне. И это была улыбка такой потрясающей любви. И вот для меня с тех самых пор христианство, вот это стало визитной карточкой христианства, настоящего христианства, не интеллектуального, не выдуманного, не цитатного христианства, а вот такого христианства, каким оно было задумано с самого начала. Улыбка любви. Про отца Александра сегодня порой говорят, что тогда, в 70-80-е годы, он сделал христианство модным в интеллигентской среде России, прежде всего Москвы, но далеко не все прошли настоящее обращение. Ему это порой даже ставят в вину. Что бы на это ответили? – Я не думаю, что там была мода. Там, понимаете, ведь совершенно точно, что церковь Ганимая всегда сильней, чем церковь торжествующая. Как сейчас. – Да, конечно. – Сейчас церковь торжествует, все можно, а силы духовные нет. Тогда можно было за то, что ездишь к отцу Александру, просто иметь большие неприятности. Я знаю одного человека, которого, благодаря, правда, некоторым его ошибкам, его просто посадили. Я знал другого человека, Сандра Ригу, допустим, который был близок к отцу Александру, Меню. Его закатали в психушку в Благовещенске и там чуть не закололи до смерти препаратами. Это было опасное дело. Потерять работу, это было еще не самое страшное. И эти люди, когда ехали, они знали, чем они рискуют. Уже это само, понимаете, это уже было доверие Богу, это уже был некоторый риск. Это была жертва, возможная жертва. Они шли на это. Поэтому, если уж разговаривать об этих людях, давайте спросим себя, а вы бы поехали в то время в церковь? А вы бы сделали сейчас, вот сейчас, я не вас спрашиваю, а служители, вы бы сделали сейчас то, что вы считаете правильным, но это было бы непонятно, это было бы не принято даже многими из ваших самых близких друзей и могло бы иметь для вас последствия. Тогда, в 80-е годы, это имело большие последствия, чтобы это сделать, но там была действительно настоящая смелость. Ваше творчество и отец Александр Минь, есть какая-то связь? Конечно, конечно, я приехал к нему в очень большом кризисе. Во-первых, он мне дал действительно полную исчерпывающую информацию, он мне подарил макеты, сделанные Иерусалимским университетом, макеты Иерусалима времен Иисуса Христа, который я... Он нам его подарил? Да. Это были уникальные вещи. Еще бы. Вы знаете, я к нему ходил 7 лет, и первые 3-4 года он мне из своей библиотеки просто возил книги, не мне одному. Вот такой раздутый портфель Шестого, Бердяева, Владимира Сергеевича Соловьева, которого он очень любил, портрет которого висел у него в сторожке. И многое-много, он многое делал своими руками. Поэтому я говорю, что молодым людям я хочу сказать, что цитатное христианство, интеллектуальное христианство, это еще не христианство, это наука о христианстве, важна практика. если слово оторвано от дела, это не христианство, это фарисейство. Я почему это говорю, потому что я сам прошел все это. Я начал ходить тогда читать очень много этих книг, я начал читать богословы, Библию, святых отцов. Ко мне пришел мой приятель, Коля, замечательный приятель, он мне переплетал книги, и стал жаловаться, он принес там вина, и стал жаловаться по поводу того, как у него трудно с женой. А я, знаете, ему, вместо того, чтобы как-то доброе слово сказать, я ему раз цитату из Библии, говорю, во как надо. Господи, как это современно, Андрей. Понимаете, он мне еще что-то такое говорит. А вы его еще одной цитаты. А я еще цитату. По голове. Вместо того, чтобы подойти, обнять его и сказать, да, Коль, я понимаю, у меня тоже такое бывает. Я не поддержал человека, я до сих пор помню, как он грустно на меня посмотрел, потому что я ему ничего не дал, кроме каких-то цитат, кроме любования самим собой. Поэтому я хочу сказать, что знание текстов это еще не христианство. Это хорошо, но это только самое начало. Лучше сделать какую-то простую вещь. Вот как мне надо было подойти, его обнять и сказать, Коль, брат, да пройдет все, да плюнет, да все будет. И это было бы с духовной точки зрения куда более высоко, чем цитаты из святых отцов. Вы рассказывали о своей первой встрече с отцом Александром, об этом общении, и это немножко походило на шпионский фильм. Нужно было куда-то приехать, передать условленную такую записку, ну, потому что свой-чужой такая проверка, да, идет священник какой-то таинственный и так далее. В 80-е, 90-е годы наплыв вот этой таинственности, налет таинственности с христианства слетает, и она идет в массы. Для вас лично это было скорее радостью, скорее трагедией, скорее задачей, или вы этого не заметили? Вы знаете, для меня это было ошибочно, ошибочно было огромной радостью, потому что я ошибочно думал, что вот теперь в журнале Огонек, в новом Огоньке фотографии монахинь, монахинь, да, фотографии монахинь появляются, теперь люди прочитают Библию, теперь люди пойдут в церковь, и Россия станет действительно великой, светлой, мощной страной. О да, было такое, у меня тоже было. Я в этом разуверился достаточно быстро, а вы? Я очень долго разуверялся, я только в последние лет пять как-то вот к этому пришел, может быть, это возрастное, я не знаю, почему это происходит, Андрей, ведь есть свобода, ведь есть возможность, ведь есть информация, или одной информации и сыт не будет. Вы знаете, ведь для того, чтобы действительно жить жизнью христианина, надо уйти с поверхности, надо отказываться от многих вещей, надо перестать делать зло в ответ на зло. Не получается? Я думаю, что для большинства это очень трудно, потому что то, что в семье вложено, от вот этих стереотипов отказываться достаточно сложно. Людям проще прийти в церковь, проще, вот как я, процитировать какие-то тексты, если они там что-то читали. А большинство людей, современных прихожан, например, православных, ну, в процентах, большинство в процентах, но не по качеству, да, большинство, просто, ну, они ходят туда, потому что, ну, приложит, они понимают, что здесь какая-то тайна, и здесь живет высшая сила. Вот дальше этого они не будут. Да, хочется, как говорят, прикоснуться к тайне, но христианство, это не про то, чтобы прикоснуться к тайне, это про то, что Господь с нами, Бог в нас, Дух Святой в нас. Совершенно другая история. Как вы, как повлияло христианство на ваше творчество уже дальше, после вот? Знаете, я... Она его определила? Я пошел по такому дурацкому пути, ошибочному, я стал писать на всякие... Опять ошибочного? Да, я больше сделал ошибок, чем каких-то чудесных вещей, но эти ошибки дали возможность мне потом увидеть их и не повторять стараться. В чем же тот же путь ошибочный? Я расскажу, что я начал писать. Я начал писать религиозные тексты, я начал писать мистические стихотворения, и мне это долго нравилось, потом опротивило, потом я понял, что те люди, которые пишут, люди неверующие, которые пишут стихи по-настоящему, там присутствует больше истины, больше Бога, чем в моих вот этих вот написанных немножко на внутренний заказ стихотворениях. И я тогда познакомился с Алешей Парщиковым, такой поэт был, замечательный, и стал все больше и больше отходить от так называемой религиозной поэзии, и стал искать присутствие Духа Святого у тех поэтов, которые в церковь, может быть, и ходили, но не ставили себе социальную задачу писать мистические тексты или какие-то религиозные тексты, а писали просто хорошую поэзию. И вот я понял, что в хорошей поэзии, действительно, в хорошей поэзии, там Бог, Он туда встроен. С вашей точки зрения, поэзия делится на христианскую и не христианскую? — Да нет, тут какой-то другой какой-то водораздел должен идти. — Ну, подождите, смотрите, Бог сделал нас, дал нам возможность творить, да, вот хорошая поэзия, плохая поэзия, ладно, но ведь бывает же богоборческая поэзия, я не буду брать современную, ну вот, ну, — Например? — Ну, Маяковский, ну, только не ранний Маяковский, не ранний, хотя и ранний тоже, «Облако в тонах». Понимаете, мы существуем в божественной среде, и она протянута везде, она присутствует везде, мы как бы ходим, задевая нити с невидимыми колокольчиками, и особенно поэт. И поэт Маяковский, когда говорит, «Я тебя, Потлатова, распарю отсюда до Аляски», он задевает эти колокольчики. И это его духовный шаг. Давайте вспомним, что многие и в Библии чудаки реагировали на Бога неоднозначно. Один постарался убежать и попал в пасть киту, да, попал в утробу кита. Были люди, которые противились ему, пошли кого-то другого, да. — Я сейчас в шоке, я сейчас думаю, а как бы мог написать и он, если бы он стал писать стихи, когда его Бог в Ниневию отправлял? — Ну да. — Ну да. — Может, ему типа Маяковского и написал бы. — Конечно, конечно. Знаете, здесь дело зависит от того, насколько искренне это было написано и насколько он находился в своем сердце. Я повторяю вот эту свою идею, что настоящая поэзия, она идет из того места, где Бог присутствует. — Вы ответили уже на вопрос с Игоря, но я его все-таки прочитаю. Андрей, а что дает вам энергию для вашей... что дает энергию вашей поэзии? Чем она питается? Получается, присутствуем Бога? — Ну, знаете, я не люблю слово «бог» вообще-то в последнее время, потому что это превратилось в какой-то словесный объект, это слово. А Бог не слово и Бог не объект. И когда мы говорим, что Бог есть слово, мы даже не понимаем, что мы говорим, потому что это не то слово, которое мы сейчас употребляем. Это совсем другое слово. Но это не о том немного. Я просто... Что меня питает? Вы знаете, красота мира. Удивительная вот красота мира, красота людей. Причем я все больше вижу, насколько старики красивы, насколько молодые красивые мальчики и девочки еще некрасивы, потому что они просто, ну, слишком много там материи, много жизненной энергии такой разбрызгивающейся. Они еще вот этот... Из себя не создали произведение искусства, а многие старики создали. И даже если... Я понимаю, почему Винсент Ван Гог писал стариков. Он говорил, мне интереснее стариков, потому что те страдания, которые они пережили, если они их не сломали, и если они не стали тупыми в результате этих страданий, они зажигают внутренний свет. И люди начинают светиться. Ваш авторский проект в «Новом свете», который можно послужить на сайте teos.fm, раздел передачи. Это для кого? Для всех, кто любит поэзию. Для всех, кто интересуется настоящей поэзией. Не... не китчем, да, а той поэзией, в которой содержится вневременное начало. Потому что в поэзии Шекспира содержится вневременное начало. В поэзии Лермонтова содержится вневременное начало. Вневременное начало есть вечность. Поэзия, в том понимании, в котором она была в 60-х годах, сегодня уступила место рэпу и через рэп тоже форму поэзии. Люди выражают то, что пытались выразить в 60-е годы. Согласитесь, поспорите? Ну, это забавно, потому что такая низовая народная культура, она была в любом веке. И с этой точки зрения все нормально. Люди выражают себя, как на карнавалах люди там плевали, распевали непристойные частушки. Это все входило как составная в великую культуру мировую. И сейчас какие-то отголоски карнавального поведения, рэпового поведения, непристойности, они продолжают существовать. Тут нет ничего нового. Это невероятно традиционные вещи. И, наконец, вопрос, на который у вас 30 секунд на ответ. Поэт возносится над пестрой толпой, становится выразителем пестрой толпы или ни то, ни другое? Свет, который светит в толпе и в сердце каждого человека и в сердце поэта, это один и тот же свет. Глубокий и идущий от Бога. Это свет Божий. Андрей Тавров, Суздальский, между прочим, так никто не написал. Андрей Суздальский, автор и ведущий проекта «В новом свете». В том самом свете, ведь да? Конечно. Сегодня был у нас здесь в студии «Плюс» необычная сегодня передача. Андрей Михайлович, спасибо вам за то, что зашли к нам сюда. Спасибо вам. Ирина Латышинская, Олег Шевкун, команда этого выпуска передачи «Хороших выходных» буквально через 10 минут. Наша передача забыла название, но это про подростков, про жизнь, про выбор в сложных ситуациях. А пока, друзья, всего доброго, слушайте радио ТЭОС. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok